Всем здравствуйте! Хочу показать бритовку, которую заказали с заточкой. Заточка сейчас произведена была только что, поэтому хочу показать бритовку, которая дождалась своего хозяина, и будет отправлен за Урал У-8 Клин 75%. Надеюсь будет видно на видео, как отпадают волосы, вернее волос, тонкий женский волос, при малейшем прикосновении, отпадает. Есть, но... Так, давайте я доп. свет выключу, может быть он мешает. Это я просто попробовать, этот лампочку подвесил, может быть без него будет лучше. Где там волос-то? А, он друбился. Вот. Что хочу сказать допом? Допом то, что бритовка будет первое бритье брить хорошо, но жесткость в бритье... Блин, волос не поймаю никак в руку. Вот он. Вот. Второе бритье, после уже там бритья, после правки еще на ремне, еще одно очередное. То есть... Блин, он отрубленный уже, а я тут его рублю. Она станет мягкой и резвый, более резвый. Ну, в общем, отпадают они. Вот так вот, вот эта бритовка уходит к новому хозяину. Как к новому? К первому. К новому, к первому хозяину. Потому что я не их хозяин. Я тот, кто их творит, а хозяин тот, кто ими пользуется. Потому что я еще раз повторюсь, никогда бритами не пользуюсь, не бреюсь. То есть это не гигиенично, это неправильно. А, впрочем, впрочем, давайте ее уберем. Вот так вот. В сторонку. В сторонку. По клинкам. Работа движется, конечно, там плавно, я вам скажу. Просто реально плавно. Вот по этому шаблону делаю. Сейчас покажу. Вот по этому. Классика. Записал специальное название древесины, из которых будет что делается. Это Мербао. Наверное, будет правильнее показать сразу. Секундочку. Мербао. Вот такая вот древесинка. Которая плотнее, прочнее дуба. Это Мербао. Дальше у нас идет орех американский. Сделал одну лишнюю, но мало ли что. Вдруг я хочу инкрустации профигарить. И она лопнет. Вот такие вот оправки. Дальше две оправки из краба мореного. Вот так вот. И одна оправка из акрила композитного. Вот так вот. Это тоже, на чем я сейчас работаю. И сейчас это все, вот это все, что я вам показал, вот это вот приобретет полноценный вид, формы, размеры, жесткость, углы, прочее. То есть геометрия будет сейчас подгоняться, отверстия и прочее, прочее. Вот и все по бритовкам. Все. Начинаю работы над оправами, ручками, кому как удобнее слышать. Вот для вот этих вот клинков. Ну вот, как бы придал оправкам вид, формы, прочее, прочее. Вот так вот, в общем, две оправки, две оправки. Ну, одна в запас. Вот так вот здесь. То есть граб, ореный американский орех, мербао. Кстати, интересная штука, опять же. Вот вроде бы какая-то деревяшка, деревяшка, видите, золотая жила. Прямо реально цвет золота. После полировки, кстати, остается. Ну, слетит вон тоже. Ну, такая грубая, такая же жесткая древесина. Обрабатывается сложно. С такими вот они делами. Класс, класс. Надо быть мербао. Мне кажется, наверное, рассчитывать на будущее. На оправы. Вот этот акрил. Композитный. Кстати, как считаете? Стоящая вещь или такие варианты тоже имеют место быть? Хотя, наверное, да, мне кажется. В ассортименте лучше, чем, например, за новым мербао. С такого вот, да, зафигачить. В общем, сейчас опять дела тормознутся. Тормознутся они по той причине, что я сейчас их вскрою. Там еще раз плоскости прогоню. Еще раз все там с ними ковыряюсь. И начну делать инкрустацию. А это время. Поэтому то, что вот скоро я вам покажу обзор собранных бритвок и вообще заточенных, как там выйдет у меня. Потому что заточка тут у одного клиночка вообще напрягает. Вот здесь вот есть запас. Но кромка в ноль, сейчас в ноль. Это уже опасно, что она может просесть. Но там есть запас. Специальный запас. Вот этот ромбик, о котором я раньше говорил. Вот этот ромбик он всегда выручает. Выручает в этом случае. Поэтому еще пока заранее не буду, как говорится, какие-то выводы делать. Посмотрим. Посмотрим, что в итоге. А сейчас займусь инкрустацией. Все. На этом все. Думаю, в следующий раз увидимся, когда буду показывать обзор готовых полностью. Бритв вот этих вот. Все. На этом пока. До свидания.